45 минут, да? Мы засечем. Можно начинать? Да. Еще раз скажу, что я в Вене, я зависимый, и я благодарен вам, кто позвали, и поделиться своим опытом, своими силами, которые я получил также от своих близких. Я затрону эту тему. От людей, которые мне помогли найти этот путь, очень важный, и долгий. Я долго к этому шел. И я постараюсь зацепить все с самого начала, с детства. Времени много. Вот, и постараюсь не нарушать традиции аналимных наркоманов, не рекламировать места, в которых я был. В этой спикерской я постараюсь просто принести, чтобы меня, ну, кто-то услышал, может быть, те вещи, через которые я мог к этому прийти, и, может быть, прочувствовать вашу боль, которую переживала моя жена, моя мама, мой покойный отец. Вот. И я благодарен всем, что вы пришли послушать меня. И я начну со своего детства. Вот. Я думаю, что я не случайно родился зависимым человеком. Просто это очень поздно понял. Я понимал, что у меня что-то не так. Когда всем интересно было идти в школу, мне интересно было не идти. Мне интересно было просто даже забрать со школы детей, которым было интересно сходить в кино, куда-то погулять, сорвать их, да. У меня бабушка работала в кинотеатре. И я мог на первый сеанс в воскресенье повести полшколы. За что я, конечно, и получал. Вот. Но, тем не менее, мне это нравилось. Какой-то адреналин, какая-то... Оказаться лидером еще в детские времена. Ну, которым я себя считал, да. Я буду так кусками вырывать, что-то забываю, что-то появляется. Родом я с Украины, из Херсона. Вот. В стране нахожусь 25 лет. Вот. Но зависимым, наверное, был с детства. Я буду повторяться. Потому что есть там примеры. Здесь много будет созависимости. Много будет от того, наверное, откуда у меня появилась злоба. То место, почему я не хотел идти домой. И те места, когда я делал всем назло. Себе, родителям, близким. Вот. Отец мой музыкант. Сильный музыкант, можно сказать. Он преподавал. Он играл на свадьбах, на похоронах. И плюс еще по двое-трое суток его не было дома. Дома гнался постоянно самогон. Но алкоголь это было вместо воды у него, да. Вот. И последствия, конечно, он избивал меня, маму. Вот. Но он был хозяин. Так он считал. Углот. И это все было у меня на глазах. Избиение, насилие дома. До тех пор, пока я немножко не вырос. И были большие сложности. Первое время я его пугал. Я сказал, что если я не смогу справиться, я его ночью табуреткой пробью. Потом были такие случаи, что я его отравил. Я просто не знал, как это сделать. Я его действительно отравил. Я подождал, когда мама уехала в командировку. Сварил какой-то суп. И я знал, что синий камень, это то, что добавлялось под деревья, да. Купорос медный, по-моему. Я добавил суп. Вот. Но ничего не получилось. Он пару раз сходил в туалет. Сказал, что суп невкусный. Вот. Но это было целеустремленно. Я был готов идти на все, для того, чтобы его убить. Это было уже с детства настроено на то, что я его ненавидел. Он меня вынуждал заставлял заниматься музыкой. Он меня бил, если я туда не ходил. Я часто сидел за фортепиано. Смотрел в окно, как дети играют в хоккей, в футбол. Мне было обидно, больно. Но я его боялся. Опять же, до какого-то времени. Я зацепил это детство, потому что оттуда все это началось. Страхи. Страхи идти домой. Страх за маму. И постоянный алкоголь. Первый раз алкоголь я попробовал у соседа на свадьбе. Я залез под стол. Мне было 7 лет, я хорошо помню. И такая же девочка была, как бы, чьих-то родителей. Не помню, как ее звали. Вот, я взял со стола бутылку вина. Мы под столом, там было накрыто. По чуть-чуть выпивали. В этом же доме я зашел и украл кольцо. Так попало, что я зашел в спальню. Когда все гуляли за столом, украл какое-то кольцо. Вот, и подарил этой девочке. Первый раз видел. Сказал, что она мне нравится. И когда она вырастет, я на ней женюсь. Вот, это очень хорошо помню. Это первый раз я попробовал у кого-либо. Потом мне стало интересно в школе добывать деньги. Я знаю, воровать по карманам. В магазинах. Я всегда любил, чтобы у меня было всегда угости. купить, а знаю, купить конфет, потом сигарет. Что у меня всегда все есть. Короче, стремился быть лидером во всех отношениях. Напомню, что я родился в Херсоне. А под Херсоном Николаеве у нас росли поля конопли. И со взрослыми ребятами, как молодой. Я знаю, в 12-12 лет они меня уже с собой брали. И мы собирали там коноплю, пыльцу. Под комбайном, ножом я резал. То, что здесь называется ГРАЗ, да? Живой. Вот. Мы ездили, бросали их по зонам. Мне нравился вот этот бандитский образ жизни. И вообще район был такой серьезный. Будем говорить бандитский, да? Военка. Вот. Там детям за то, что они срадки разбивали лампочку, взрослые давали какие-то угощения, сигарету. Вот. Опять же, среди нашей молодежи был лидер. Один-два. Среди молодых. И мы заранее знали, что мы будем сидеть. Это было модно. Это считалось сильно. И я знал сто процентов, что я буду сидеть. Вот. Потреблять наркотики я не мог. Я еще этот вопрос затронул. Я с детства родился с хроническим бронхитом. И когда я употреблял тогда, ну, курил, да? С ребятами. Вот. Я просто на следующий день задыхался. Мне было плохо. И в процессе это переросло в астму. Поэтому потреблять я не употреблял. Но в карбане у меня всегда был. Всегда был для того, чтобы опять же оказаться на том месте человека сильного, мощного, все время с деньгами. Если сейчас нужны деньги и доллары, то тогда хватало, что у меня в кармане был пластилин. Имели там другие наркотики, да? Попуже. Я был свой парень в группах с девочками. Это моя слабость с детства. Девочки. Вот. Я был в компаниях лидером, потому что у меня всегда все было. А если не было, я могу достать. Вот. И мне это нравилось. Всегда мои друзья были старше. И все привело. В 15 лет я уже сел на малолетку. И опять же со взрослыми взял все на себя, потому что мне так сказали, что мне ничего не будет. Ну, посадили всех. И с этого началась моя блатная жизнь, которая забрала у меня очень много лет. Очень много. С малолетки я поднялся на Дарьевку в Херсоне. Там, где я был опять же лидером. Почему? Потому что у нас были такие законы на улице, что если ты помогал этому месту, зоне, то и тебе будут помогать. Меня туда приняли как родного человека, потому что мне так же, как и я когда-то с ребятами грели, кидали, передавали. Ну, там своя мафия была в те времена. Тогда было проще все. Вот. Ну, из-за того, что я был как бы отрицательный, осужденный, будем говорить так, и не надо было, чтобы в зону поступал наркотик, гдень и все остальное, меня отправили далеко на север, в коме СССР. Это мне только исполнилось 18 лет. Я знаю, я там был в Дарьевке около полугода, не больше. Тогда все это отрицательное, люди отрицалово называли, отправляли на север. Вот. Так я попал как бы в свою среду, да. Но опять же, я там учился, как жить, как не работать, играть. Так же там все проходило, так же все доставали. Но это не связано как бы, это связано с моей жизнью. Вот. Но не связано с наркотиками. Хотя я его искал и там. Я не искал сам наркотик. Я был... Мне нужно было доставать и деньги, и сигареты. И я не хотел работать. А для этого надо было кого-то обыграть. Обдурить, не знаю, поставить на место. И я пользовался тому, чем у меня учили. И учился очень быстро. Это мне нравилось, да. Это не была школа. Это была школа жизни. И там я провел... Много лет, будем говорить так. Когда я освободился, ничего не поменялось. Я приехал домой. У меня уже родился брат. У нас разница с ним очень большая. Вот. Я понял, что дома мне нечего делать. Опять же, улица. Или, может быть, семью создать. Вот. Я познакомился с девочкой. Это моя первая жена. И в процессе гулянки она забеременела. Я с перепугу узнал, что ей 17 лет расписался. Вот. Она была уже в положении. Мы отыграли свадьбу. Вот. Но для семьи я не был годен. Вообще. Я и семья, это были разные вещи, да. Вот. В процессе я опять сел. И это первая семья. С сыном, которому было 9 месяцев. Я уже сидел. Они выехали в Израиль. Я этого коснусь. Мы еще к этому пройдем. После очередного срока у меня что-то там стрельнуло. Он тоже был не маленький. Это было в Житомире. Житомирская, Бердическая область. 73-я, Райки. Вот. Я там помню каждый день. Что-то на половине срока у меня поменялось. И я понял, что так невозможно можно просидеть всю жизнь. Я и так, как бы, порядочно уже это. Дни проходят. Я даже иногда не считал, терялся во времени. Сколько? Какое число? Какой месяц? Потому что я знал, что у меня много уже впереди. Меня интересовало подыграть. Добыть. Что-то там повкуснее покушать. И все. Я жил в клетке. Но я жил со своими уставами. Со своей жизнью. Я не могу сказать, что меня это устраивало. Но для своего уровня мне было нормально. Я думаю, что лучше там никто не жил. Ну, надо опять дождаться конца срока. А что дальше? И вот это, что дальше, я начал задумываться через одного парня. Он тоже еврей был. И он уже освобождался. Он учил еврит по книжечке. У него была одна женщина с Израиля, которая ему присылала литературу. Вот. И так мы познакомились. Он освободился. И через эту женщину я держал связь. Я понял, что мне надо порвать со старым. Для того, чтобы порвать со старым, со своим прошлым, мне нужно что-то приобретать новое, строить какие-то новые планы. А тем более моя семья уехала в Израиль. Разрешение на развод я ей не дал. Хотя приезжали Равы туда. Дать развод, это означало, что я отказываюсь от сына. Это одно и то же было. Жена моя жила здесь с человеком, да. Родила девочку еще. Вот. И через какое-то время я освободился. И когда прописывался, мне дали понять, что у меня есть два варианта. Вот. Конкретно у меня. Значит, или же мне разрешат уехать. Куда-нибудь. Разницы нет. Лишь бы я не был там. Или же работать на них. Вот. И третий вариант было все. Что меня вернут назад. Или посадят, или застрелят. Разницы не было. В то время, что я жить не смогу. Заранее я встретил женщину, с которой я сейчас живу. Зовут ее Ира. Кто-то ее здесь видел, да. Кто-то ее знает. Вот. Это очень порядочный человек. Далекий от всего. Из деревни. Хозяйственная. Душа. Большущее сердце. Вот. И я ей дал понять, что я выезжаю в Израиль. Но она мне очень нравится. И я бы согласился с ней. Я вижу, что это мой человек. Да. Человек-душа. Мы опять же расписались с ней. Это был 96-й год. Это уже 26 с половиной лет мы вместе. Вот. И мы выехали в Израиль. И у меня самому получалось меняться. Я не знаю, так повезло. Я попал в дом, где жил человек на 20 лет старше меня. Он работал на государственной работе. А я пахал по 12-13 часов. Я не пил. Я жил, как все нормативные люди. И пока я не познакомился с этим человеком. Вот. И для того, чтобы попасть ему домой. Он русскоязычный. С Латвией. Вот. Ему нужно было пройти через мой подъезд. Вот. И так мы по чуть-чуть, по чуть-чуть познакомились. Начали выпивать. Вот. И я всегда знал, что Давид будет идти. Он обязательно зайдет. И в холодильнике у меня все время было пару бутылок. И потихоньку-потихоньку начал втягиваться. Потом я ушел с той работы. Я работал на мойке по 12 часов. Я зарабатывал зарплату больше, чем я сейчас зарабатываю. Вот. И мы собрали на первый взнос деньги. Примерно 10 тысяч долларов. Учились в Ульпане. И по 12 часов работали. И ночью еще собирали газеты. Короче, спали, как в том анекдоте. Что, а когда же ты спишь? Вот когда еду с работы на работу, туда и сплю. Поэтому это была просто работа. Сон. Матрас на улице нашли. И первая съемная квартира. Вот. И я прям чувствовал ответственность. Я привез сюда человека, который не знал ни одного слова на еврите. А я его учил. Я около двух лет учил. Я знал, что я уеду. Я его учил в зоне. Может быть, я не говорил. Может, я плохо говорил. Но я не стеснялся. Я мог сказать два слова на еврите. Одно матом, третье по-русски. И меня все понимали. Вот. И приехав сюда, я 17 лет работал на государственной работе в Урие-Тель-Авил. Довольно-таки неплохо работал. Получил специальности. Будем говорить так, что 90% людей просто не знали, что я когда-то сидел. на работе потихонечку, потихонечку я начал выпивать и вспоминать, что можно делать деньги, не сильно работая, так как я их делал в зоне, да? Обыграть, поставить ставку, прислушав там уже результат. И вот эти вещи мне потихоньку-потихоньку начали заманывать. Я начал ставить ставки. футбольные винер, я начал играть в карты. И те игры, которые я знал по зоне. Рам, Стерц, все эти, на Мацаве, в центре Ботиама. И начал изменять жене. Не знаю, потому что, опять же, улица. Мне там было интересно. Когда появлялись деньги, они бывали появлялись пачками. И я их просто трансжирил, так как в употреблении. Они уходили на разные, на женщин, на всякие хачуки, на гостиницы, на что попало, на игры. И так же, как они приходили, они так же уходили с двойной силой. Вот. И один прекрасный раз, опять же, через женщину легкого поведения, вот, я попробовал наркотик. И один раз мне предложили. И все. Все, на этом все закончилось. Я понял, что я помолодел лет на 20. Я не знаю, я просто мог стол одной рукой поднять. У меня появлялось море силы. Я мог не спать по трое дней. Я чувствовал себя королем, вообще, везде, во всех смыслах, особенно женщинами. И постепенно, постепенно я начал покупать его сам. у меня появилось такое желание, как бы, их все время менять. Не знаю, почему, что я искал, для чего искал, жена была дома. Вот. Затем я начал со своей тяжелой головой, опять же, играя, брать суды в банки. Но, тем не менее, я пытался работать еще. Я 17 лет отработал на своей работе. Из них последние года три употреблял. Ну, потихоньку, потихоньку, больше, больше и больше. И дошел я до того, что я почувствовал, что меня затянуло. Остановиться я не могу. Меня начало ломать. И мне нужно с собой что-то делать. Я перестал ходить домой. Мне дома было неинтересно. И у меня была такая работа, что я все время обманывал, что я остаюсь на работе, концерты, монцерты. Я работаю в парке «Эркон». И сейчас я там работаю. Вот. И начал воровать на работе кабеля, прожектора. Вот. И, конечно, это было видно, заметно. По мне было видно с моими глазами, своим разговором. И потихоньку, потихоньку я перестал и на работу ходить. Я сразу брал отпуск, потом больничный, потом вообще ничего не брал. Ну, и в конечном счете меня уволили через 17 лет. И я просто постепенно, постепенно стал бомжом. Я жил на улице, переодевался от того, что, допустим, иногда ходил в гостиницу и купался. Переодеваться было нечего. Я шел по улицам и смотрел, где мой размер висит белье или на балконе. Я залазил туда, переодевался, старые вещи бросал. Вот. И кто знает, там есть за новой таханой район, где еще веревки висят и белье сушат на веревках. Вот. И даже настолько алова не работало, что иногда я оставлял с кошельком, с паспортом. Вот были такие случаи. Ну, и больше, и больше я доходил. Произошел такой случай со мной. Я жил воровством в основном. Воровал разные вещи. В автобусах, электрические велосипеды. Короче, все, что можно продать. И вот этот процесс, который украсть, найти и употребить, и разницы не было, что, да? У жены я продал телефон. Кое-что из золота. У нас была печатка еще от прадеда, вот, похожая на эту. Я специально заказал ее. Я ее тоже проколол. И очень-очень-очень много вещей. И часы золотые. И, короче, все, что можно было продать, я тянул из дома. Тянул у людей. И брал ссуды. И жена, когда получала зарплату, знала, что 1 числа заходит зарплата. Я уже первый был в банке для того, чтобы что-то снять. Вот. Очень страдала жена, супруга. Очень страдала. Мама просто поняла, что я превращаюсь в Папу, просто на меня как бы махнула рукой. И нашла хостель для того, чтобы этого не видеть. Я слышал через стенку, как она плачет. Вот. Квартира у нас была банковская. Ну, как банковская. Мы ее купили, но должны были ссуду. Вот. И когда поступать стало меньше денег, не хватало перекрывать ссуду. Вот. И начались письма. И супруга не успевала получать вообще деньги с банка. Просто что успевал, забирал я, остальное забирал банк. Или же наоборот. Вот. Поэтому ей даже не за что было купить, кушать. Она ела на работе. Ей не было за что купить, одеться. А мне было все равно. наркотик был сильнее меня. Это очень мощное оружие. Это страшное оружие. Я понимал все, но я ничего не мог с этим сделать. Вообще ничего я не мог сделать. Супруга меня не бросила. Она утром и вечером меня искала по этой тахане мерказеет. Она ругалась с барыгами. А я когда ее видел, просто прятался. Мне было стыдно. Мне было стыдно мне нечего было ей сказать. Я понимал, что она умирает. Вот. И еще коснусь одного случая. Я украл очередной велосипед электрический. и уже через дорогу я видел этого человека. Барыг дочери, у которого я мог взять наркотики. Я ему позвонил. Он меня ждал. Я проехал, не знаю, до сих пор, на желтый или на красный цвет. И меня сбило такси. Или меня сбило, или я его сбил. Я так и не понял. Вот. Очнулся я. Нога у меня была на плече. Моя велосипед был, я знаю, метров двадцать, пятнадцать. И когда я увидел этот велосипед, у меня была первая мысль, кто же меня теперь купит. Вот. Но я был разбит. У меня была нога с тремя переломами. Один из них открытый. И я не понял, что у меня лежит. Когда я увидел, это была моя нога. Вот. Забрал меня амбуланс. А мужик, который на такси сбил меня, да. Он сказал, держи меня за ноги. И как бы крепко. И я его так давил, что он орал, как резаный. Как вроде это помогало, да. Вот. Ну сделали мне обезболивающее. Я понял, что можно получить еще. Еще просил, что мне больно. Еще они говорят, ты сейчас умрешь, будет передозировка, какая мне хорошо. Вот. И в этой больнице опять же я поехал выхилов. Жена у меня там работала и работает. потому что я понял, что мне нужна жена, мне нужна она мне нужна. Ни разницы не было, в больницу идти. И может быть она меня как-то спасет, через кого я не знал, что мне делать. Я просто не знал, что мне делать. Вот. И как бы после двух операций мне собрали, ну очень хорошо собрали. И на коляске для инвалидов. Я хочу рассказать весь этот ужас, потому что каждый из нас, из вас прожил это. И понимает, о чем я говорю. И в оконцовке к чему я пройду с этим всем. У каждого был свой, каждый видел свой, а вот у меня вот такой. Я говорю, до сих пор у меня руки покрываются буграми. От того, что вспоминаю, на второй день после двух с тумбочки телефон и на инвалидной коляске поехал на номер для того, чтобы употребить, продать телефон. Так это и было. С этой коляской я остался там. И вот когда уже в яме у меня негде было взять, меня начало ломать, вот я взвыл. Я взвыл волком. Я понимал, что это конец жизни моей. А самое страшное, даже, что это не моей конец жизни. Мне на себя уже было глубоко наплевать. А вот этого человека, это действительно святой человек супруга. И мне ее так было жаль. Я понимал, что заберут квартиру. Я понимал, что у нее нет денег. Она настолько травмирована. Вот. последний раз, когда я уже сидел со шприцом, и она пришла, она говорит, знаешь, что, я говорю, Ира, давай разведемся, я умираю. Может, ты сама справишься без меня как-то. Она увидела у меня в руке этот шприц. Я говорю, знаешь, что, я тебя не брошу, убей меня, уколи меня, и тогда делай с собой что хочешь. И вот этот момент, вот сыграл огромную роль, когда я это все представил, насколько человек предан, сильный, мощный, насколько она меня любит, и как бы надеется, и надеялась, вот, я взвыл волком, я сказал, что я что-то попробую с этим сделать, и я выл, сидел и выл в этой яме, на старой таханне Меркозит, я плакал, первый раз в жизни себя, и помню, что я плакал от того, от безысходности, я сдыхал, но я хотел жить, я хотел жить, и когда один из употребляющих ребят, я очень надеюсь, что он жив, он употреблял, он сказал, Женя, знаешь, ты сильный, он говорит, едь туда, вот, в то место, куда он мне показал, я и поехал, и меня отправили на реабилитацию, буквально, я хочу, чтобы вы поняли, что реабилитация краткосрочная, она 21 день, раньше была, сейчас она до 30, она рассчитана только на то, что очищается кровь за 20 дней, мозги и все остальное, все грязное, вот, перед этим я пропустил одну реабилитацию, я ее не добыл, и ничего не получилось, но это не важно, вот это была важная реабилитация, после коляски, да, этот человек меня выслушал, и через замуту, она называлась, опять же, нельзя называть, вот, отправил меня на реабилитацию, значит, было у нас их очень много, но я выбрал ту, где инвалиды, потому что у меня были проблемы с ногой, я уже был на костылях, вот, и это опять же не буду называть куда-то, там я понимал, что если я выйду после нее, я опять пойду употреблять, у меня уже был такой опыт, я понимал, что мне нужно длительное, мне нужно над собой заниматься, мне нужно понять, как жить чистым, мне нужно вообще понять, потому что я не могу с этим справиться, я знаю, сто процентов знал, если я отсюда выйду, а мне сказали в этом месте, что ты приедь к нам, выйди с реабилитации, пройди район с нами, поговори, мы на тебя посмотрим, насколько ты больной, не больной, я понимал, что мне выходить оттуда нельзя, время подошло, вот, и был человек, да, как мадрих, он сказал, смотри, есть одно место, очень мощная реабилитация, я не знаю, там нормальные, как бы, если тот, кто проходит, она практически на первом, втором месте в Израиле, но она очень тяжелая, вот, если ты хочешь остаться чистым, есть, и за мной приехал человек, когда меня увидел на костылях, он говорит, не, я тебя не возьму, кому там больные нужен, там, там серьезная работа, я бросил костыли и поехал с ним, хромая, потому, что я понял, вот, это один единственный шанс, когда я смогу, я очень надеялся, что я смогу, что я смогу выжить, и заниматься собой, создать семью, вернуть долги, вот, это очень тяжелая работа, я каждый день молился для того, чтобы остаться, я никогда ни в кого не верил, у меня никогда не было Бога, я всегда жил, ну, слава Богу, слава Богу, что быть в церкви, как вот жена, она у меня верующая, я никогда не мешаю ей молиться, не креститься, не, она, мне все время говорила, я молюсь за двоих, и свечку за тебя дома поднимают, и все, я в это верил, ну, как бы, сомневался, потому что я этого не понимал и не чувствовал, вот, я сильно много зацепил употребление, потому что это очень важно, длительную реабилитацию я так и запомнил, да, я ее сделал, и на последнем, как бы уже перед своим выходом оттуда, вот, у меня был такой случай, я приехал домой, вот, и жена, я хотел вам показать, чтобы вы знали, это очень важно, сделала торт рулетный, купила в магазине, я его поел, и вот эти семена, они показывают употребление, героиня, чтобы вы все знали, они показывают употребление героина, и я поел дома этот пирог, семена от мака, и я приехал, вернулся туда, мне показалось, что я употреблял, я говорю, у меня волосы встают, ну, я-то знаю, что не употреблял, короче, второй раз, третий раз, четвертый раз, употребление, все, кто мог знать, кто мог такое знать, вот, и меня оттуда выперли, меня с хостеля, уже все, мне месяц оставался, или что, но я-то знал, я-то уверен, я с этими чемоданами поехал в Яфу, на Ефу 76, опять я называю, рекламирую, не буду, вот, как бы, это все опыт, все опыт, я прямо с чемоданами поехал туда, и мне взяли анализы и объяснили, мы разобрали, что я кушал, где я спал, что я был, жена в истерике, ей позвонил, смотри, что я употребил, и вся работа на смарку, прошло полтора года, вот и четыре месяца, и никто не верит, она мне не верит, но я был уверен, я уже был настолько сильно настроен, я прошел такую школу, школа мужества, это школа воли, это огромное учение, вот, и просто мне сказали, смотри, ничего не было, ты знаешь, что было, и одна женщина сказала, что такое может быть, немножко жену успокоила, за то же я сказал, да, я прям с этого дня, с двери в двери, я продолжал свою реабилитацию, но я продолжал, потому что я хотел, я хотел, я себя, как бы, я себя контролирую, будем говорить так, да, я сдавал анализы, я ходил на группы, я зашел на иврите, на шаги, я ничего там не понимал, очень слабый иврит, но я оттуда выходил, наполненный, мощный, сильный, я понимал, что там присутствует, высшая сила, я, если с 10 слов, два понимал, но я ни разу не пропустил, этих занятий, я закончил за один год, это очень быстро, мы закончили эту группу, я мечтал быстрее бы закончить, для того, чтобы пойти на русскоязычную, я искал, я ходил на одну группу, на вторую группу, на пятую группу, и я забрел в Батьян, на, опять же, на группу, не будем называть, где встретил человека, с которым я употреблял когда-то, это был совсем другой человек, я с ним поговорил, мы пообщались, у него машина, он ничего не употребляет, вот я сидел в этом углу, смотрел на него, и не верил своим глазам, это так может быть, и в конце, когда мы с ним поговорили, я подошел, попросил быть его, моим спонсором, хотя этот человек, моложе меня, больше, чем на 10 лет, это ни о чем не говорит, разумом, душой, знанием, он выше меня в 100 раз, и сейчас тоже, и по сей день, он мой спонсор, мы сидим второй круг шагов, мое любимое место здесь, мы сидели первый круг шагов, а он сидел в этом месте, вот, я его очень люблю, это, как член моей семьи, теперь за, немножко за программу, я так это далеко залез, что время летит неумолимо, все очень просто, есть 4 вещи, которые нужны для того, чтобы я смог жить, работать над своей болезнью, и просто радоваться жизни, к чему я пришел сегодня, я действительно очень доволен тем, что происходит у меня сегодня, это служение, это высшая сила, шаги, спонсор, и в этом ромбе, на самом верху, это высшая сила Бог, который все это видит, с которым я общаюсь, через вас, через спонсора, через людей, в которые я никогда не верил, я наделил его своими качествами, я обязательно, каждый день, на группе, ежедневно, вот уже 7 лет, 4 месяца, и 18 дней чистый, и разницы нет, какая-то группа, зум, или это живая группа, у меня есть 2-3 служения, вот, если вдруг одно ушло, у меня еще 2 есть, вот, я постоянно в служении, причем, моя программа, это вот, эта тема, очень важная, она вошла в жизнь, да, я вижу, каким шагом я сегодня жил, я вижу, какое служение я сегодня делал, вот, мне, в конце дня, я обязательно разбираю свой день, как я его прожил, что я сделал, звонил я спонсору, работал я с подспонсорными, по шагу разбирал, встречался я утром с высшей силой, молился ли, медитация, планы на день, днем, если у меня что-то происходит, хорошее или же плохое, я обязательно звоню, любому, любому, кто у меня есть в списке, другу, и радуюсь, или же говорю, свои проблемы, которые у меня на сегодня, вот, и программа, она очень объединяет, я очень важную вещь забыл сказать, может кому-то это пригодится, тот телефон, который у меня был, чип с него, свой номер я выкинул, это было первое, что мне порекомендовали сделать на программе, для того, чтобы оборвать все связи, с барыгами, с употреблением, с девочками, короче, со всеми, все, что мне мешает, и начать жизнь по-новой, у меня начали появляться, первые номера, мама, Ира, жена, спонсор, и вот сейчас у меня где-то, ну, около 400 номеров телефонов, которым люди, я могу позвонить сегодня, в любое время, дня и ночи, так же и у меня, вот, программа очень мощная, сильная, в принципе, в принципе, я пришел сегодня, для того, чтобы показать, что человек начал, свое выздоровление, в 54 года, через две недели, мне 62, возможен, в любом возрасте, и действительно, можно выйти, из этого всего, но, находясь в программе, я очень, 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 верю в то, что, находясь в программе, я буду жить, вот так, как я живу сейчас, многие о чем-то мечтают, что-то хотят, у меня то, что есть у меня сегодня, я очень ценю, и мне большего не надо, мне нужно только делать вещи, которые мне рекомендует программа, и я очень доволен своей жизнью, я наладил, очень трудно было наладить, с сыном, связь, дети родили, сын, ну, сын, жену, родили мне, три внука, два мальчика, и девочка, вот, я сегодня считаю, что я хороший муж, у меня крепкая семья, у меня много друзей, у меня отличная работа, меня взяли назад на работу, я пришел увольняться с письмом, мне попросили остаться, на испытательный срок, сегодня я пользуюсь всеми льготами, Кири Телевил, сегодня у меня открытая лоза, мне, я могу сегодня говорить, вести весть, нести, с любым, на улице, дома, в больнице, вот, опять же, если человек хочет, я повторяю, я приводил очень и очень много людей, которые хотела мама, папа, на улице, ничего не получается, до тех пор, пока я не захотел, до тех пор, пока я очень не захотел, когда вот стояла передо мной, попробовать выздоравливать или сдохнуть, вот, до тех пор, ничего не получалось, до тех пор, пока человек не хочет, этой жизни, жизни чистой, в программе, хотя бы попробовать, ничего не получится, ничего, это на моем опыте, это на моих, всех проблемах, которые у меня были, на сегодняшний день, с того момента, мы рассчитали за квартиру, у меня нет никаких суд, у нас нет никаких суд, никаких долгов, у нас в банке на счете все время плюс, мне на работе повысили, по должности, я, как сказать, бригадир, мозгерия, да, где сварка, ремонт и краска, это, вот, у меня есть права на трактор, на подъемник, я пользуюсь всеми льготами, что пользуются на работе, я пользуюсь всеми радостями, которые живут люди, да, без наркотиков, без алкоголя, без игры, вот, у меня появилось много денег, хотя зарплата, та же самая, она не стала ни больше, ни меньше за эти года, потому что я не хожу налево, я не курю, я не пью, я не употребляю, а куда их девать, я сегодня помогаю детям, у меня все наладилось, я могу купить любую вещь, я постарался сделать, вернуть ту печатку, которая была наследственная, это не она, ну, что-то похожее, для того, чтобы, хотя бы как-то возродить эту традицию домашнюю, вот, и самое тяжелое всего, что я рассказал, было полюбить себя, полюбить себя, это была самая, очень тяжелая вещь, но сегодня, может быть, я и не люблю, но у меня есть к себе уважение, я прочувствовал эту жизнь, я вам хочу сказать честно, что я очень жалею, что я не стал употреблять, еще в детстве, вот, у меня была бы, или отличная жизнь, я бы к ней раньше пришел, или я бы сдох, не умер, сдох, вот, потому что только, только отдавая, что я делаю сегодня, да, я получаю это наполнение, радости в жизни, мне дает высшая сила, бог вы, я посещаю реабилитации, я, у меня есть два подспонсорных, причем с разных стран, вот, это очень тяжело, я не буду зацеплять эту тему, вот, это больная тема сегодня в мире, вот, у меня один подспонсорный офицер в России, и, есть одна девочка, в сказании, есть еще парень один, вот, совсем, совсем молодой, ну, крепкий, надежный, как бы, вот, и, я благодарю, что вы меня позвали, время я уже, перегрузил, я бы еще говорил, и говорил, это действительно кайф, делиться опытом, особенно хорошим опытом, спасибо, что послушали. Спасибо. У меня такой вопрос, Ольга, созависимая, тема спикерская, это применение принципов, так сказать, в повседневной жизни, вот, что-то об этом вы можете, как вы примените принципы? Давайте, начнем с того, что, вы еще записываете, да? Да. основные принципы выздоровления, наша программа, это честность, непредубежденность, и открытость к новому, да? честность, я конкретно здесь и сейчас был с вами откровенен до конца, и в моей жизни сегодня не существует лжи, просто не существует, я просто отказался от вранья, от того, что потом мне будет болеть. Открытость к новому, я всегда открыт, я открыт, если мне дают что-то получить, приобрести, или же отдать, то, что я приобрел, это и есть то, что я могу открыть человеку от души, рассказал о своей жизни, о том, что со мной творилось, честно, четко, и показать дорогу, то же самое принять, если я вижу, что я могу получить от человека что-нибудь интересное, что-то новое, я принимаю это с открытым сердцем, так же, как и с подспонсорными я делюсь. Если я смогу помочь одному человеку, вот, я буду считать, что я не зря живу. Вот, непредубежденность немножко сложнее, почему, потому что раньше, раньше, как бы, я выбирал, какую спикерскую слушать, сколько парень выздоравливает, о чем он там вообще говорит, у меня 7 лет, у него 5 месяцев, вот это вот ассоциация до своего подспонсорного, мне очень тяжело с ним работать по шагам, потому что он с другой страны, и мы разных, вообще в этом состоянии, да, я не могу сказать, все понимают, я с Херсона, вот, и то, что у меня творится, там, сестра, это, я не хочу трогать эту тему, но я его не бросил, и я его не брошу, потому что нас, всех нас, объединяет только одна цель, это выздоровление, и нет разницы, какой национальности, какого вероисповедания, какого пола, да, я если обнимаю девушку сегодня, или женщину, у меня только одна цель, это дать тепло, дать поддержку, вот, вот эта вот вещь, непредубежденность, она открывает просто двери во все, во все, когда я вижу в человеке, только что, что-то хорошее, могу ему отдать что-то хорошее, или же не видит в нем то, что я думаю, что думает моя голова, это совсем неправильно, это совсем не так, объединяет меня только вот этот вот круг, программу, все, нету, могу сказать, что еще день разделен на три часа, конкретно у меня, это опыт другого человека, 8 часов сон, 8 часов работа, 8 часов семья, с этих 24 часов, вот, я беру время свободное, на работе час, я знаю там перерыв, два, со сна, час, полтора, два, днем, сегодня вел группу, а жена дома, да, мне главное, чтобы меня понимали, и моя программа, она была связана с жизнью, да, вот я должен увидеть, какие шаги я сегодня прожил, это есть принцип, принцип программы, видеть, что я делаю, и понять, какой шаг я сегодня прожил, какое служение я сегодня дома сделал, да, допустим, я утром встал, у меня план на день, жена дома, не дома, нет разницы, я уже сделал свой план, я должен что-то помочь, что-то маленькое, если я каждый день буду делать что-нибудь, сегодня я попылесосил, попротирал пыль, она убрала, помыла, сегодня я служил, я вел группу 247, вот эти все вещи складываются в одну, в жизнь, только на сегодня, мне надо прожить только сегодня, вот основной принцип, только сегодня, все, то, что будет завтра, я очень надеюсь, что-то будет хорошо, но это будет завтра, спасибо, 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 если еще хотите, пожалуйста, на любой вопрос, у кого-то есть еще вопросы, вот как с женой отношения, вот после программы, да, вот как это сейчас, тяжело, наверное, строить, как в семье, я вам хочу сказать так, да, вот, вот это вот хорошая вещь, например, пусть то, что здесь вы услышите, остается в этих стенах, да, 12-я традиция, я не просто сказал, потому что вы работаете вместе, мы никогда не касались этих тем, то, что было там, я рассказывал, женщины, там, легкого поведения, там, все вот это, это все было употребление, и скорее всего, что она догадывается, ну, за вот это время, семь лет, четыре месяца, и 18 дней, я ни разу не изменил, и не собираюсь, это мой принцип, принцип программы, принцип жизни, вот, и мы настолько сблизились, настолько стала общего, поддержка, понятие, это вот, будем говорить, что первый год, после того, как я пришел, еще были заглядывания в глаза, вздохи, а потом, все это, как бы, заросло, заросло, она, видит, как все наладилось, как образовалось с детьми, видит мою жизнь, видит, общение, да, если она знала, что в тумбочке лежат деньги, и она поняла, что есть проблема, только когда деньги закончились, то теперь я приношу распечатку, мы разбираем, как нам эти деньги потратить, куда поехать, что купить детям, совсем другая жизнь, совсем другую отношение, вот, я ее очень люблю, обожаю, и то, что, я, я вам честно хочу сказать, если бы она не была со мной до конца, я не уверен, что я остался бы жив, я ей очень благодарен, и живу с ней не из-за благодарности, я ее люблю всей душой, как друга, друг, а потом жена, спасибо, 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 Ольга, созависимая, Евгений, у меня вот такой вопрос, тоже вот, с жены, когда, как вы делали девятый шаг? Интересный вопрос, я начну с того, что восьмой шаг, описал, описал, он сам по себе не тяжелый восьмой шаг, взял ручку, бумагу, и просто написал, его делать не надо, пока, вот, но там есть одна важная часть, не навредить, там есть в девятом шаге одна очень важная часть, я все это зачитываю восьмой шаг, я мой спонсор, и в той комнате, где я не употреблял, у меня есть такая комната, там жили родители, чтобы она была чистая, от этого, от всей гадости, и между нами высшая сила, я зачитал весь список, и мы каждое разбирали с ним, по точкам, да, и вот этот вопрос, очень важный, да, не могу я через семь лет, прийти, и жене сказать, знаешь, Ира, там, семь лет тому назад, я там, с той девочкой, я у тебя, она, мы это все не разбирали, чтобы вы понимали, что часы, я не сдал, я их продал, проколол, что, вот такие вещи, которые сейчас нанесут ей большой ущерб, травму, она и так травмирована, вот, после этого, там у нее сахар, она спать без сонников, она уже привыкла, это, а я нормальный, я коня могу забить на лету, вот, как бы, я-то жил в обществе, у меня все нормально, она была одна, она мучилась, она страдала, она травму получила больше, чем я, вот, и на сегодняшний день, на сегодняшний день, как я возмещаю ей, материальный, моральный ущерб, да, ну, материальный, понятно, мы покупаем все, что она хочет, мы ездим за границу, очень налаженные отношения, мы можем зайти в ресторан, мы можем поехать на море, мы можем поехать и два раза в Чехию, раз в Германию, уже были, и много раз где были, на Украине, там, мама у нее ездили, вот, а, вот, моральный ущерб, это, он пожизненный, понимаете, вот этими вещами, которые, теми же, что вот сегодня сделал, просто помог по дому, просто сходил в магазин, просто спросил, как тебе здоровье, не болит ли голова, руку, может, массаж делать, может, намазать, вот эти вещи, все хорошие вещи, и, я могу возмещать этим всю жизнь, хорошими вещами, не травмируя, а то, что когда-то часы, когда-то день не украл, это не я, это моя болезнь, это болезнь, больной человек, понимаете, как вам объяснить, давайте вам проще объясню, у меня есть три таких болезни, у меня есть зависимость, у меня есть псориаз, и у меня есть сахар, если я не буду пить таблетку от сахара, я умру, у меня будет инсульт, если я не буду мазаться, то я буду весь в ранах, от псориаза, понимаете, то же самое зависимость, если я не буду заниматься ежедневно, я лопну, я лопну, я взорвусь, я пойду употреблять, вот и все, поэтому многие люди, 5 лет, 8 лет, 10 лет, они взрываются, у меня тоже такое чувство было, вы знаете, прошло 6 лет, 7 лет, ну а зачем мне куда-то идти ночью, на какую-то группу, а зачем мне этот спонсорный, у меня-то хорошо, я здоровый, бухай, я могу полежать, телевизор посмотреть, женой куда-то съездить пойти, вот, вот эти вот вещи, самообман, это самообман, я иду по этой лестнице, насколько 12 шагов они идут вверх, настолько они вниз, только вниз быстрее, во много раз, я вам еще хочу рассказать случай, вот буквально недавно, из-за того, что люди знают, что я зависимый, и они видели, как я употреблял, да, какой, вот, раньше, вот, очень люди, ну, я получил очень большое уважение, вот мы были, какой день, воскресенье в Иерусалиме, последний день хануки, с нашей группой, с работой, вот, и ходили, там, по-разному, в крестьянском районе были, в мусульманском, в ддд, и купили эти, сувальни, и вот раздавали, и нам наливали, вот такие вот стаканчики, маленькие, чай, говорят, вот, и один человек ко мне подошел, говорит, Женя, ты это не пробуй, это вино горячее, понимаете, что даже за меня, кто-то переживает, я не думаю, что я бы пошел употреблять, но мне это было очень приятно, что человек за меня волнуется, это вино горячее, может, это даже и не вино, но я его не пробовал, я имею в виду, что вот отношение людей ко мне, и меня к людям, вот, меня это очень радует, очень, ну, примерно так, я не знаю, ответил, не ответил, спасибо, спасибо большое, Валера, зависит, я хочу сказать, спасибо, я проникся, полностью, потому что ты, почти повторил мою судьбу, прожитую, которую я прожил, но у меня такая проблема, у меня сегодня, сын употребляют, что я 16 лет, чистого, 16 лет, продолжай употреблять, да у меня, видать, начал, продолжают, наверное, поэтому я здесь, и то самое, и я, 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 я отвернулся, в последнее время, я, я сказал, все, я как бы поставил в улью, да, что я больше не помогаю, больше не учаюсь, больше, все сказал, я, конечно, я переживаю, я спрашиваю, друзья, пусть у нас связи, звонить в тюрьмы, туда-сюда, но я так понял, что я 16 лет, сколько помогать, пытался, я понимаю, что если бы не, я не захотел бы, я не бросил бы, но он не может, не может бросить, он обманывает, он продолжает, у меня трое детей, и я поставил этот буль, и теперь у меня такой вопрос, я очень редко делюсь на эту тему, правильно я это делаю, нет, но я не хочу давать ему возможность меня дальше обманывать, знаешь, я устал за него платить, и сделал, сейчас наделал делу опять кучу, я там пытаюсь разруливать, но ему я поставил губу, что отца больше нет, все, и вот у меня такой телевопорист, правильно ли я сделал, как ты считаешь, смотрите, я не врач, не бог, я не могу сказать правильно, неправильно, я вам скажу свой опыт, да, вы сами уже сделаете свой вывод, вот, то же самое говорили жене моей, социальные работники, люди, и это все, я вам расскажу, за себя конкретно, да, до тех пор, пока у меня было, куда приходить спать, что есть, воровать, я знал, что у меня дома полицию, не позволят, не посадят, там, где легкие деньги, пока у меня была возможность, там, покушать, и пользоваться, вот, этими львотами, вот, я чувствовал, что я кому-то нужен, у меня это не работало, когда я остался на улице, вот, сейчас, внимательно, когда я остался на улице, в коляске для инвалидов, я уже не мог украсить, мне не было чего есть, и я не был нужен, вообще никому, вот, тогда я понял, я вообще никому не нужен, вот, я замолился, высшей силе, Богу, как я его понимаю, как я его тогда вообще не понимал, но я что-то почувствовал, я заорал, вот, тот человек, который меня направил, только после этого, я начал искать выздоровление, потому что, у меня был выбор, сдохнуть, или попробовать, я даже не верил, что получится, я очень хотел, но я не верил, вот, поэтому, пока, вот, в этом стакане, дно, да, если я, для того, чтобы, в той яме, где дно, для того, чтобы я мог оттолкнуться от него, не надо дойти до дна, вот, когда я вонял, жил с крысами, употреблял, сидел в коляске, и вот это все, я даже выехать с этой ямой не мог, я не понял, что я хочу жить, вот, поэтому, этому человеку нужно дно, для того, чтобы оттолкнуться от него, если это проходил, ты знаешь, а правильно, неправильно, я тебе могу сказать, правильно, неправильно, я тоже понял, что до тех пор, пока я помогаю, в том смысла нет, нет, и это, наверное, не только у меня, до тех пор, пока мы помогаем, когда человек почувствует, что все же все, дно, вот тогда, я что-то так дешел до дна, и встал, да, надеюсь, что все будет, вот так, потому что мы жалости убиваем, точно, нет ни одного человека, которого я привел на группу, и он остался чистым, потому что его туда привел я, я попросил, я его накормил, я взял за руку, привез на такси, вот, если бы он туда прилез на четырех ногах, сам, вот тогда получилось, можно, пожалуйста, вот как можно довести, вот, вот, сказка, до дна, чтобы, чтобы, или помочь им, я же, вот, я слышал, что есть возможность, что, собираются, начинают, как бы, уговаривать, и все, и, когда он заходит до них, как можно, как бы, донести, туда-додна, вот, как можно довести этого человека туда, чтобы образумился, как бы, если это, есть такое, или это просто... Человек сам до этого доходит, он сам должен почувствовать, когда у него дно, когда у него яма, мы можем только человеку дать в руки адрес и номер телефона, я, когда, бывая с ребятами, несем весь на тех местах, где употребляют, я просто оставляю свой номер телефона, когда ты захочешь, вот, позвони, потому что, то, что я вам говорил, взять за руку и привезти, она не работает, вот, когда ты сам захочешь, позвони мне, мы найдем деньги, мы найдем, как тебя привезти, отпустить домой, все поможем, только захотеть, а если человек не хочет, ему не поможет никто, захотеть, одно единственное желание, все, это, 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 то, что я вижу, то, что я видел, то, что я чувствовал, это мой пример конкретно, если человек не хочет, ну, ничем ты его не заставишь, до батареи привяжешь, был такой случай, меня, я вам сейчас расскажу на эту тему, он по мне запомнился на всю жизнь, один человек, с которым я работал, он сейчас уже там не работает, изральтянин, он взял друзей, грузовую машину, мне приехали, забрали, туда закинули, вот, и он уплатил деньги, за меня, опять же, я не хочу сказать, куда он меня вез, вот, уплатил хорошие деньги, чтобы меня закрыли, там, не выпускали, и я там, перекумарился, будем говорить так, да, купил мне 30 пачек сигарет, самых дорогих, Мальборо, вот, и сказал, вот, будь, через 30 дней, я тебя заберу, меня там выдержал на один день, я вечером вылез через крышу, продал сигареты, и я употреблен, ничего не зазалил, все условия у меня зала, не привезли, у меня там есть душ, есть кушать 3 раза в день, кровать, сигареты самые дорогие, что хочешь, не, не работает, зато я вижу луну, там было открыто железо, я, мысль одна только, сбежать, есть что продать, все, для того, чтобы был потребитель, Судя, я хочу, я рассказала весьма, я все услышала, на сегодняшний момент, все, что вы говорили, напрямую относится ко мне, но я услышала такую фразу, за которую я цепляюсь, я лично цепляюсь, может быть, мешаю вам, что на каком-то этапе, то, что сказала жена, было для вас ключевым, я так услышала, то есть, как бы, помимо того, что человек был на дне, уже само собой, понятно, что ему нужно было до этого дойти, но жена, которая сказала вот эту фразу, что она готова уйти вместе с вами, у нас это потрясло, значит, человек другой может, попасть в ту туру, которая у наркомана, еще не захиничена, окончательно, ну, будем говорить честно, во-первых, я ее очень любил, уважаю, не любил, а люблю, уважаю, и это самый дорогой человек, который у меня есть, вот, а во-вторых, я просто понимал, что я вздыхаю, я и так, и так, уколись, не уколись, я все равно умру, а через нее, у меня была надежда, получить какое-то спасение, хотя бы какой-то телефон, чтобы она позвонила, чтобы куда-нибудь отправила меня, и это был уже предел, она понимала, что она тоже не выдержит, у нее, она не сможет одна, почему, может быть, если бы она была одна, без долгов, было бы нормально, с квартиры ее должны были вымыть, она остается на улице, долгов было больше 300 тысяч, понимаете, это я наиграл, вот, и наколол, и она просто умирала, особо она этого сделать не могла, и здесь, и здесь, просто, я не знаю, она мне дала очнуться, опять же, я был в той яме, где было дно, и сам я оттуда вылезти не мог, для того, чтобы я оттуда вылез, это был котлован, мне надо было оттуда вытолкать, понимаете, она попала, вовремя, в то время, в тот момент, ну, раньше же я ее не видел, раньше я ее не слышал, мне было все равно, там же воровал, там же грабил, там же продавал телефоны, золотые часы, которые я купил на годовщину, я этого всего не видел, пока мне не стало плохо, я не увидел, что я вздыхаю, вот, это был как толчок, открылись глаза просто, и все, я уже не мог ездить домой, вы жили одни, но все-таки вы общались с нами, она приезжала, иногда привозила кушать, иногда просила меня, чтобы, она раньше не понимала этого, я вам хочу сказать, что она, через социального работника, попала, на такую же группу, неронам, на, опять же, не хочу говорить, где, на еврейскую группу, где девочки помогали, вот это время, когда, меня уже вытянули с этой ямы, и я поехал на реабилитацию, ее поддерживали, помогали, возили, разговаривали, она была на такой же группе, сейчас она, я ее пытался приводить, вот, если вы помните, на спикерской, она практически не могла говорить, она только плакала, это очень тяжелая рана, и, вот этот девятый шаг, это у меня пожизненный, это очень тяжелая рана, спасибо, пожалуйста, любим тебя, мне отзывалось, очень детство, ваше, но, семья, вот, и мне было интересно слушать, потому, что, вот, страшно, но интересно, и вопрос мой, о том, что, у меня парень, зависимый, и он, он игрок, он перестал играть, и, сейчас он мне говорит, я вот перестал играть, я изменился, вот, я долгие польгу, а ты, ничего не делал, ну, я же не играла, я не перестала играть, такая, как была, есть, она работает, и, вот, какой ваш опыт, вы, после того, как, перестали, употреблять, семь лет уже, так, хорошо, как вы, как-то, чувствуете, что вы, как бы, растете, или изменяетесь, вот, не только, вот, что перестал, употреблять, это все, а каждый год, оно, как-то, растет, как вы это определяете, срок, как вы, во-первых, я хочу сказать, такую вещь, что, зависимость, я сейчас приведу пример, я немножко зависимость зацеплю, если можно, это не только игра, и наркотики, и алкоголь, и, это я говорю за свой опыт, да, после того, что я бросил курить, я 6 лет не курю, я начал очень много кушать, я вставал ночью не в туалет, а в холодильник, вот, потому я, меня начало пучить, я не знаю, как, но, я набрал, там, какие-то 30 килограмм, я не знаю, за пару месяцев, все, это та же зависимость, я начал заниматься, что-то вижу, что мне, что-то руки упали, начал заниматься спортом, и порвал мышцу, человек зависимый, это человек, который без границ, душевно, одержимый, можно сказать, ну, кто как понимает, вот, я считаю, что это человек, который не границ, я ставил ставки, да, я зацепил этот вопрос, я около 3 лет, я просто не мог смотреть футбол, мне не было интересно, просто не интересно, бегают, как жена говорит, 11 дураков там и там, все, это человек, который занимался футболом, ставки ставил, те года, и сам, я знал каждого игрока, я знал его жену, я читал, сколько он весит, я все это сопоставлял, для того, чтобы выиграть, настолько я любил, не этого человека, я хотел выиграть, это ажиотаж, это зависимость, я даже, когда выигрывал деньги, я не всегда кайф получал, мне сам процесс выиграть надо было, вот, поэтому это все зависимость, а вот, чему я говорю, что допустим, употреблением алкоголем, или наркотиками, и употреблением игрой, это было то же самое, никакой разницы, и то, и то, человека ведет к беде, к горе, к безденежью, к смерти, одно, все, потому что я наиграл, вот эти 300 тысяч банки, долга, которые я их наиграл, в основном, мало я там, что брал на наркотики, в основном я воровал, вот, вот это все привело меня, опять же, я, что, что мне привело, разруха в семье, остаться без жилья, работай, не работай, все пожирают деньги, банки, это медленная смерть, если я правильно понял вопрос, или что, сам вопрос какой, рост, как вы растете над собой, расту я по программе, это та же самая программа, то же самое, это, я принимаю, что я зависимый, и, опять же, есть группы такие, для игроманов, но принцип тот же самый, шаги, программа, служение, все то же самое, и, вот, вот этот вот духовный рост, духовный рост, он поглощает все, что там сзади, я потихоньку, потихоньку, меня, я не знаю, я чувствую, как я, росту сам по себе, я не знаю, я, по-моему, даже ни разу не замутекался здесь, вот, хотя у меня было раньше через слово, оно со временем, со временем, все плохое уходит, вот, допустим, с самого начала, у меня было дерьма, вот, до сюда, да, когда я начал общаться, и выкидывать, говорить об этом, делиться, у меня становилось его меньше, 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 заполнялось чем-то хорошим, добром, теплом, понятием, программой, помощью, служением, вот, и как бы человек становится лучше, я это стал чувствовать проще, не знаю, я давно, допустим, не говорил на еврите, но мне как-то послали спекерить, я даже слов таких не знаю, я не знаю, я про спекерил час на еврите, это вообще не я даже, я думаю, что-то сверху, что-то со мной связано, канал открылось, что-то, да, есть что-то такое, и вот это вот, да, конечно, человек с каждым годом, с каждым месяцем становится лучше, но это болячка, та же самая зависимость, ее лечат тем же самым, и кормят тем же самым, кормят как, если я перестаю заниматься, я кормлю свою болезнь, и она мне начинает по новой кушать, ну вот так примерно, ну вот так примерно, ну вот так примерно, можно вопрос, зависимая, у меня такой вопрос, может быть у тебя есть такой опыт, когда люди, которые выздоравливали, например, после веб-центра, но выздоравливают успешно, без групп, без программы, до такого не знаю, рано или поздно, все равно он там, все, спасибо, спасибо, рано или поздно, без программы человек, анонимный, анонимный, это все время, не бывает, не бывает, все вот это выздоровление, связано, с вот этими четырьмя вещами, понимаете, то, что его там раньше, допустим, меня, я сам проходил все, я от маленькой, репы, до годы, четыре месяца, стационарной, и потом это, как только я что-то чувствую, два-три дня, я не там, я начинаю, у меня появляется депрессия, я начинаю сам себя кушать, рано или поздно, я все равно там буду, я очень боюсь, я ничего не бросаю, я держусь двумя руками, и сына будет со своим стулом буду ходить домой на группу, я очень не держусь этого, спасибо. Спасибо большое нашему спикеру, мы закрываем наше собрание, в заключение, позвольте напомнить о нашей седьмой традиции, в соответствии с которой мы существуем, на нашем сайте,